Вечный огонь. Один из главных символов победы в Великой Отечественной войне. В станице Анапска рядом со стелой воинской славы местный совет ветеранов установил памятник участникам Трудового фронта и детям войны. Финансирование получили от местной администрации и депутатов. Раиса Лукманова принимала активное участие в создании монумента. У нас же в Анапском районе столько детей войны, столько жителей Трудового фронта. Ну просто внимания им сейчас не уделяется. Они даже меньше льгот имеют, чем просто ветераны труда. Люди, которые прошли войну. Ну вот такой у нас памятник, который чтят и теперь будет детям ясно, что были у нас такие люди и есть дети войны. Раиса Лукманова родилась и выросла в усатовой балке. Она коренная казачка. В 1862 году ее прадеды основали хутор. По воле судьбы в юности ей пришлось уехать из Анапского района. Сначала закончила Суриковское училище, потом объездила с мужем почти всю Среднюю Азию. Из-за работы супруга оставаться на одном месте долго не получалось. Попробовала себя во множестве профессий. От повара до начальника отделения связи. Когда родственники предложили ей вернуться, она не раздумывая согласилась. А это моя родина. Это моя родина. Когда еду к ней домой, возвращаюсь, а со словом дом замирает сердце. Все, чтобы не было, где бы нас судьба не гоняла. А слово родина, хоть она и маленькая, душу греет. Я хочу, чтобы дети были счастливы, здоровы. И я буду счастлива. Вот мое счастье и мое кредо. И здесь, чтобы людям помогать. Помимо основной работы в Совете ветеранов, Раиса Лукманова ведет активную волонтерскую деятельность. Она приносит пожилым людям продукты и лекарства, участвует в организации праздников, ведет прием граждан в Совете. На полках множество наград. Все это общая заслуга, считает председатель Совета Эдуард Мавян. И отмечает, вклад Ларисы Лукмановой в общее дело невозможно переоценить. Раиса Кузьминична с первых дней, как пришла, как была самым активным человеком у нас при Совете ветеранов, она по сей день остается таким же активным человеком, как и была. Вот что можно сказать о ней. Только хорошее. Везде нет отказа. Меня нет. Она организовывает, она встречает, она провожает. То есть все работы делаются. Но в целом делаются и совместно с остальными членами Совета ветеранов. Сейчас Раиса Кузьминична помогает воспитывать четверых внуков. Один из них учится в казачьем классе. В семье особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Ну а как жить по совести и добиваться намеченных целей, бабушка всегда готова подсказать. И в душе должна быть доброта, ласка. И трудиться надо не забывать. В 70 лет она не собирается уходить на пенсию. Говорит, у нее еще много идей и планов. Как минимум на полвека хватит. И желание помогать людям намного сильнее, чем усталость.